Здравствуйте! Сегодня четверг, 11 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В российских крылатых ракетах Х-101, одна из которых ударила по детской больнице в Киеве, используются компоненты западного производства. На саммите НАТО в Вашингтоне объявлено, что истребители F-16 поступят на вооружение ВВС Украины уже этим летом. Государственная Дума России окончательно одобрила введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Также сегодня. Они искажали, извращали и в конце концов достигли полного уничтожения правосудия и законов государства. Проводимые ими судебные процессы были жуткими фарсами с рудиментарными остатками правовой процедуры, которые были лишь издевками над несчастным жертвами. Суд в Москве оставил в силе приговор правозащитнику Олегу Орлову, вынесенный по статье о так называемой «дискредитации российской армии». Удар по крупнейшей детской больнице Украины Ахмад Дед был нанесен крылатой ракетой класса Х-101, изготовленной с использованием компонентов из США и Швейцарии. Как пишет газета Financial Times, об этом свидетельствует сделанный украинскими экспертами анализ другой ракеты этого класса, использованной российскими военными для удара по Украине в январе нынешнего года. В ней были обнаружены 16 компонентов западного производства. О том, как, несмотря на все существующие санкции, западные компоненты все еще используются в российских ракетах, и что это за компоненты, рассказывает украинский военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс» Валерий Рябых. Это могут быть микропроцессоры различного типа, это могут быть контроллеры, в том числе контроллеры питания, потому что ракета состоит из достаточно большого количества электронных компонентов, которые набираются как конструктор. И тут нужно сказать, что исследования, которые проведены украинскими специалистами, показывают, что постепенно те компоненты, которые ранее использовались российскими производителями, которые закупались напрямую у компаний-производителей, еще до введения санкций сейчас заменяются на аналоги. И в число этих аналогов входят как раз различные микрочипы, которые являют основу того же бортового оборудования, которое должно следить за полетом ракеты, управлять различными механизмами и, кроме того, делать ее высокоточной. И по анализу тех компонентов, которые используются в этой ракете, показывается, что постепенно происходит замещение на компоненты, которые можно купить на открытом рынке и которые свободно продаются, скажем так, для использования в гражданских сферах. Бытовая техника. Также имеются и, допустим, промышленные какие-то вещи, которые могут использовать подобные же контроллеры, которые могут использоваться в различных, скажем, сложных электронных системах. Потому что, по большому счету, сейчас современные электронные системы, они имеют блочное исполнение, когда набирается определенный набор подобных электронных блоков. Вот, допустим, если взять тот же блок питания, он может быть универсальным для различных компонентов, которые могут использоваться в сельскохозяйственной технике, в бытовой технике, ну и в других сферах, где применяется электроника. Сферы, где не применяется электронная техника, найти очень сложно. И вот в этих условиях Россия идет на замещение компонентов военного назначения, которые такими создавались для того, чтобы сделать оружие более надежным, более точным. Вот она использует компоненты, которые не соответствуют требованиям, которые выдвигаются к военным компонентам, которые должны обеспечивать их работу в различных сложных условиях. Российская Федерация имеет возможность оплачивать подобные компоненты по высшей цене. И тут специалисты говорят, что в среднем подобная цена, которая предлагается, она может быть от уровня на 30% более, чем предлагается на рынке, и до порядка за те компоненты, которые являются критическими. Конечно же, первое условие, которое обеспечивает возможность для Российской Федерации тратить любые деньги для того, чтобы приобрести подобные компоненты. Вторая причина – это, конечно же, возможность участия различных посредников, через которых могут поставляться подобные компоненты. Ну и вот, согласно тем исследованиям, которые приведены в Украине, Киевской школой экономики и независимой организации НАКО, где-то до 80% подобных компонентов сейчас поставляются через Китай. Это был украинский военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс-экспресс» Валерий Рябых, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И в этом контексте, мне кажется, стоит упомянуть, что в момент удара по больнице в Киеве в Москве с визитом находился Нарендер Моди, премьер-министр Индии, существенно увеличивший закупку российских энергоносителей в последние два года. Визит был обставлен очень торжественно. Моди получил орден из рук Владимира Путина. Ну а в Киеве выразили крайнее разочарование по поводу приезда Моди в Россию. Замечу, что во время встречи с Путиным Моди сказал, что испытывает боль загибнущих на войне детей, правда не уточнив, какие именно события он имеет в виду. Также были отменены переговоры в расширенном составе. В Кремле это объяснили тем, что график мероприятий сдвинулся, и Моди должен был уехать. Иван Ус, доктор экономических наук, старший консультант Центра внешней политики Украинского национального института стратегических исследований, считает, что Моди не мог отменить свой визит из-за событий в Киеве, поскольку этот визит давно планировался. А нанести этот визит его заставили две основные причины. Первое. Это сохранение действующего режима торговли. Вернее, не самой торговли, а оплаты торговли. Почему это важно? Потому что в свое время Россия, когда начались санкции, очень сильно хотела подписывать договора, получать валюту, как они говорили, стран, которые не являются для них недружественными. И тогда Индия сказала, окей, это будет руби. Россия на них согласилась. К чему это привело? Потому что, с одной стороны, торговля очень резко возросла. Если мы посмотрим данные, в 2021 год доля России в импорте Индии была 1,5%, а уже 22 год, и это было пару миллиардов. Значит, 22 это 40 миллиардов, и уже 7%. В текущем году 9,2% и больше 60 миллиардов долларов выпало. Казалось бы, огромная цифра, которую Россия зарабатывает. Но важный момент, что торговля считается в долларах, а Россия получала руби. И у России накопилась руби на 39 миллиардов долларов. А поскольку эти руби находятся не в России, они находятся на российских счетах в Индии, то Россия с ними ничего делать не может. И когда Россия просила обменять их на другие валюты, ей в этом отказывали. Когда Россия хотела перевести расчет из Индии на другие валюты, было предложение на юань. Китай, Индия, конкуренты, две страны в мире, у которых по 1,5 миллиарда Индия это не устроила. Дирхамы, которые вроде как устраивали всех, но тут Объединенные Арабки и Эмираты не захотели ввязываться в это дело, поскольку у них свои отношения США. То есть получается, что Россия всячески хочет изменить эту систему оплаты в индийских рубиях. Индия не хочет, чтобы что-то менялось. Индия хочет, чтобы все оставалось как есть. Это первая причина. Вторая причина – это истории с индийскими солдатами, вернее, индийскими наемниками, которых в России нанимали для разных работ, а в итоге они оказались на фронте, в том числе в плену. Для Индии это очень неприятная история. То есть страна, которая позиционирует себя в мире, как самая большая демократия в мире, а ее представители, получается, воюют на стороне России против Украины. Естественно, Индия всячески хочет сделать все возможное, чтобы подобных историй не было. И вот это, мне кажется, было две основные причины, почему Моди принял решение ехать в Москву, и уж поскольку все говорят, как он все-таки приехал на этом фоне, почему он не развернул саморазу. Это было мнение доктора экономических наук, старшего консультанта Центра внешней политики Украинского национального института стратегических исследований Ивана Уса, фрагмент его интервью Радио Донбасс Реалии. А на саммите НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг отметил, что о конкретных сроках приема Украины в НАТО говорить пока рано, но страны НАТО продолжат оказывать Украине помощь, необходимую для сдерживания российской агрессии. Война России против Украины это самый большой кризис безопасности за последние поколения. Украина проявила замечательное мужество, а союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку. Но давайте будем честными, даже наша поддержка Украины не была само собой разумеющейся. Это не просто потому, что наша поддержка сопряжена с издержками и рисками. Реальность такова, что нет бесплатных вариантов с агрессивной Россией в качестве соседа. Нет безрисковых вариантов в войне. И помните, самые большие издержки и наибольший риск будут, если Россия победит в Украине. Мы не можем этого допустить. Это был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Всеобщее внимание на саммите НАТО в Вашингтоне привлекло заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что первые предоставленные странами НАТО истребители Ф-16 окажутся на вооружении военно-воздушных сил Украины уже этим летом. Эти самолеты нынешним летом поднимутся в небо Украины и будут обеспечивать способность страны продолжать эффективно отражать российскую агрессию. Появление истребителей Ф-16 на украинском фронте поможет Владимиру Путину осознать то, что он не одолеет Украину, не одолеет нас, и если он не отступится от своих планов, ущерб, наносимый России и ее интересам, будет только расти. Скорейший путь к миру лежит через укрепление мощи Украины. И, по моим оценкам, успех – это сильная независимая Украина, которая все больше интегрируется в атлантические институты, такие как Евросоюз, как НАТО, и которая крепко стоит на ногах в военном плане, в экономическом плане и в плане демократизации. И мы видим, что Украина находится на пути к этому. В военном отношении у нас есть весьма эффективный пакет помощи, который будет представлен руководству НАТО в ближайшие два дня, и который устанавливает очень четкий, крепкий и прямой мост к членству Украины в НАТО. Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Начало передачи истребителей F-16 в СУ подтвердили также представители Нидерландов и Дании. О том, когда конкретно западные истребители могут принять участие в боевых действиях в Украине, достаточно ли средств ПВО предоставлено странами НАТО, и как в Вашингтоне реагируют на просьбы Киева разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам в глубине России, в эксклюзивном интервью «Голоса Америки» рассказал представитель американского госдепартамента Дэниел Сайзек. Это очень важное заявление. И стоит отметить, что первые самолеты F-16 уже будут поставлены этим летом, как президент Байден сказал в объявлении об этом. И тоже стоит отметить, что до сих пор у российской стороны есть преимущества, что касается военной авиации. А вот этот шаг, это поможет Украине лучше защищать себя. К сожалению, у меня нет конкретной информации именно о том, в какой дату и так далее. Но более общее, это важно отметить, что это произойдет быстро, быстрее, чем ожидалось на самом деле. И что первый самолет F-16 уже будет этим летом. И это дает Украине лучше способность защищать себя и от нападений, которые были на эти недели в понедельник. Украине необходима еще система ПВО. США делают все возможное, и президент Байден делает все возможное, чтобы поставить, насколько нужны системы. Пять новых систем или дополнительных систем это хороший шаг в период. Но никто не решает, что этого хватает. Это не только США, кстати, но это тоже другие партнеры, как Германия, которые уже месяцы стараются найти или убедить других партнеров предоставить и больше системы ПВО. И эта важная работа продолжается. Что мы наблюдали месяца два назад? Было ясно, что у российской стороны было значительное преимущество, что касается борьбы под Харковом и так далее. И США, и европейские партнеры, они изменили свою политику по этому вопросу в какой-то степени. В то же время США и президент Байден понимают, как важно это действовать ответственно в этой связи. Ответственно в смысле, что США – это ядерная держава, и Россия – это тоже ядерная держава. До сих пор правительство США ведет себя ответственно. Я не бы сказал, что русская власть ведет себя ответственно, что касается этих вопросов, смотря на угроз, которые мы слышали от Кремля и его представителей. Поэтому, да, это просто реальность, что в этом вопросе тоже есть в этой связи. Тем не менее, президент Байден, его команда и европейские партнеры, они понимают, зачем и почему президент Зеленский просит за эти изменения. И вот этот вопрос внимательно рассматривается, и они об этом очень интенсивно думают в данный момент. Это был представитель американского госдепартамента Дэниел Сайзек, фрагмент его интервью «Голосу Америки». В работе саммита НАТО в Вашингтоне приняла участие лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Беларуси, которая считается реальным победителем президентских выборов в стране в 2020 году, Светлана Тихановская. В кулуарах саммита Тихановская дала интервью корреспонденту Радио Свободной Европы, Радио Свобода Маргарет Джонстон. Я, конечно, в первую очередь приехала сюда, чтобы рассказывать о Беларуси, потому что Беларусь сейчас не в фокусе всеобщего внимания. Но мы также хотим, чтобы весь мир и все политики поняли, насколько переплетены судьбы Украины и Беларуси. Мы полностью поддерживаем ту помощь, которую страны НАТО оказывают Украине, передавая ей все необходимое, чтобы победить в этой войне. Но не забывайте про Беларусь. Судьбы наших стран переплетены. Без свободной Беларуси не будет свободной и мирной Украины. И наоборот, без свободной Украины не будет мира и безопасности во всем регионе, и в Беларуси тоже. Поэтому я хочу, чтобы страны НАТО продемонстрировали свое единство и решительность. Потому что это, чего ждут люди, которые сейчас борются против тирании, против империалистических амбиций России, против диктаторов. Нам нужно сильное руководство. Мы хотим, чтобы страны НАТО были едины и решительны. Еще раз повторю, мы выступаем за то, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы выиграть эту войну. Потому что украинцы воюют не только за свою землю. Они воюют за те ценности, на основе которых существуют демократические государства. И поверьте мне, если мы позволим Украине потерпеть поражение, то демократический мир, в том числе и Европа, будут следующими, на кого нападут диктаторы. А диктаторы очень умело умеют объединяться и отравлять сознание людей ложными нарративами. Такими, как «Зачем вам защищать демократию?» или «Зачем вам приносить в жертву свой комфорт ради помощи нуждающимся?» Но ведь это базовые гуманитарные ценности. Это была лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к налоговому кодексу, вводящие прогрессивную шкалу налога для физических лиц со ставками от 13 до 22%. В тот же день закон был одобрен Советом Федерации. Ставка подоходного налога в 13% сохранится в для годового дохода до 2 миллионов 400 тысяч рублей. 15% налога будет налагаться на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% на доход до 20 миллионов, 20% на доход до 50 миллионов. Доходы выше этой суммы будут облагаться по ставке 22%. Повышенные ставки будут применяться только к сумме превышения дохода над заданными порогами. Собственно, мало у кого были сомнения в том, что эта реформа будет одобрена еще в тот момент, когда она была предложена на рассмотрение Госдумы в мае этого года. Так что напомню, как ее суть объясняет экономический обозреватель свободы Максим Блант. По оценкам Минфина они будут получать от повышения НДФЛ чуть более полутриллиона рублей в год. Я думаю, что со временем эта сумма будет сильно расти. Деньги пойдут не в региональные бюджеты, а в федеральные. И Минфин клятвенно обещает тратить это на социальные программы. Хотя, в принципе, о том, что такое социальные программы, у всех представления разные. Потому что, например, к социальным тратам относятся и патриотическое воспитание молодежи, как выяснилось. В России номинальные зарплаты, с которых берутся подоходные налоги, растут гораздо быстрее уровня жизни. Что касается того, что связано ли это с войной, безусловно, связано, потому что вот эта вся налоговая реформа, она связана с тем, что старая налоговая система уже не отвечает тем реалиям, которые складываются в российской экономике. После начала войны началась структурная, скажем так, перестройка, как ее называют, или деформация российской экономики. И та система, которая выстраивалась с нулевых годов, в том числе при участии Алексея Кудрина, она работать перестала. И вот это повышение налогов, оно отражает те реалии, что государственные расходы резко растут, и покрывать эти расходы приходится за счет налогов. Если раньше практиковался при раздаче денег населению перед какими-нибудь выборами или просто из-за того, что у Путина хорошее настроение, просто раздавали деньги, то теперь принципиально важно, чтобы часть денег у населения все-таки изымалась. Потому что Центральный банк второй год никак не может перебороть инфляцию, повышает ставки, но спрос по-прежнему превышает предложение. Поэтому здесь принципиально важно не просто раздавать деньги в новые социальные программы, но еще и часть денег изымать. Там есть еще и другие повышения. Это если вы посмотрите 2 триллиона в год, по закону бюджета чуть больше 2,6, ну от 2,5 до 3 триллионов. То есть значительную часть бюджетного дефицита они покрывают. И для Минфина это важно, несмотря на все разговоры о том, что у России слишком маленький по мировым меркам государственный долг. Это все так. Но не следует забывать о том, что Россия сейчас не очень надежный заемщик. И на мировом рынке, ну фактически внешний рынок заимствования для России закрыт. На внутреннем рынке из-за того, что Банк России борется с инфляцией при помощи высоких ставок, приходится занимать под несусветные проценты, в том числе и правительству. Поэтому правительству гораздо выгоднее просто взять деньги у бизнеса, чем брать взаймы под очень высокие проценты. Поскольку речь идет, по крайней мере, как заявляет Минфин о перераспределении от богатых к бедным, то известно, что люди малообеспеченные тратят большую часть своего дохода, в отличие от богатых людей, которые большую часть своего дохода инвестируют или откладывают в банки. Поэтому спрос, вот благодаря этой операции, только повысится, и инфляция будет разгоняться. И другие вещи, да, повышение налога на прибыль будет заложено в ценах. То, что сделали с малым бизнесом, там, прощенки, предприятиям, которые на упрощенке, средним предприятиям, они раньше были освобождены от уплаты НДС, сейчас им ввели НДС. Соответственно, этот НДС тоже будет заложен в цену. Наконец, производители удобрений, которым в 2-3 раза повысили налог на добычу полезных ископаемых, тоже, безусловно, повысят цены. Соответственно, удобрения, а значит и продовольствие в России тоже будут расти в цене уже начиная со следующего года. Суть нынешней налоговой реформы в России объяснял экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Время свободы. Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя правозащитной организации Human Rights Foundation, вдову оппозиционного политика Алексея Навального, Юлию Навальную. Она обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Как сообщили в суде, Навальная по ходатайству следствия арестована на 2 месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента ее задержания на российской территории. В сообщении пресс-службы московских судов также отмечается, что Юлия Навальная объявлена в розыск. А вот как сама Юлия Навальная отреагировала в социальных сетях на свой заочный арест. Ой, а что, не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела и потом уже арест. Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное. Владимир Путин – убийца и военный преступник. Его место в тюрьме. И не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России, в такой же колонии, в такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея. Это была публикация в социальных сетях Юлии Навальной, а адвокату Сергею Сафронову все-таки удалось посетить оппозиционного политика Владимира Карамурзу в тюремной больнице колонии в Омске, где он содержится. Адвокатов не пускали к Карамурзе в течение 6 дней. Владимир Карамурза был переведен в больницу для медицинского обследования, при этом по какой причине обследование было назначено, неизвестно. Карамурза отбывает 25-летний срок по обвинениям в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и в распространении недостоверной информации о российской армии. Он и его сторонники уверены, что его преследуют исключительно за политическую и гражданскую позицию. Правозащитная организация Amnesty International признала Владимира Карамурзу узником совести, а Центр Мемориал – политзаключенным. Адвокат Вадим Прохоров считает, что права Владимира Карамурзы были грубо нарушены. «Является фундаментальным нарушением как российского законодательства, в частности Уголовно-исполнительного кодекса и соответствующих правовых актов Минюста, так и международно-правых норм для России, как для страны члена ООН действуют минимальные стандарты обращения с заключенными, так называемые правила Нельсона-Манделлы и, собственно говоря, правило 61. Вот из этих минимальных стандартов, международных стандартов обращения с заключенными гарантируют Каличок, доступ к нему адвокатам. Хотелось бы, чтобы мировое общественное мнение, в том числе в Германии, где есть как минимум одно лицо, содержащееся в тюрьме, которое, как я понимаю, Путин готов обменять, а именно господин Красиков, вот мировое общественное мнение и общественное мнение разных стран, мне кажется, следует привлекать его внимание к этой ситуации, к тому, что можно все-таки попытаться спасти жизнь самого известного и самого находящегося сейчас в опасности российского политического заключенного. Это был адвокат Вадим Прохоров. И последнее на сегодня. Московский городской суд оставил без изменения приговор сопредседателю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Ранее он был приговорен к двум с половиной годам колонии по делу о так называемой дискредитации российской армии из-за публикации антивоенной статьи в социальных сетях. Дело о повторной дискредитации армии против Орлова было возбуждено весной прошлого года. Осенью того же года он был приговорен к штрафу, но прокуратура обжаловала приговор, и 71-летний Орлов получил реальный срок. Издание «Медиазона» пишет, что поддержать правозащитника в суд пришли десятки людей, в том числе послы иностранных государств. Перед началом слушаний Орлов, который находится сейчас в СИЗО в Сызрани, попытался выступить в поддержку российских политзаключенных, но ему тут же отключили звук. В знак протеста Орлов отказался участвовать в судебном заседании, вызывать свидетелей, задавать вопросы и отвечать на них. При этом Орлов оставил право за собой на выступление с последним словом. Увы, в моем распоряжении нет аудиозаписи, на которой вы могли бы расслышать то, о чем Орлов говорил, поэтому последнее слово Олега Орлова я попросил зачитать его соратника, сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. В ходе первого следствия и первого процесса я придерживался принципа добросовестности. Впрочем, возвращение моего дела из Мосгорсуда показало, что суд, как и следствие, выполняет политический приказ. Это показало, что участвовать в неправосудном процессе глупо. Но я и перестал участвовать. Мне остается лишь развучить цитату, заменив в ней в двух местах, пять слов, а чуть позже я объясню, что именно я заменил. Они искажали, извращали и в конце концов достигли полного уничтожения правосудия и законов в государстве. Они сделали судебную систему составной частью диктатуры. Они упразднили всякое подобие судебной независимости. Они угрожали, запугивали, лишали фундаментальных прав тех, кто попадал в суды. Проводимые ими судебные процессы были жуткими фарсами с рудиментарными остатками правовой процедуры, которые были лишь издевками над несчастными жертвами. Эти слова мог бы произнести любой из нынешних российских политических заключенных. Пробыв в тюрьме, пообщавшись здесь со многими людьми, считаю, что эти слова имеют право произнести от них только политические заключенные. Но и громадное количество людей, лишенных свободы по обвинениям, совсем не связанным с политикой. Эти слова удивительным образом подходят для характеристики нынешнего состояния российской судебной системы. А произнесены они были в 1947 году в Нюрнберге. Я лишь упустил несколько слов. Подсудимые и их коллеги. И должно стоять название государства, о котором шла речь, Германия. Параллели вполне очевидны. И на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.